— согласился с ними Константин. — Не сказать, чтобы этот совет так уж обрадовал, но ведь и надежду у него никто не отбирал. — Ничего, я подожду, — раздумывал он, лежа на сдвинутых скамейках во времянке и все время обращаясь к воображаемому собеседнику. — Смотри, это же как в притче о настойчивом друге. Тому ведь поначалу тоже отказали в просьбе трех хлебов для зашедшего с дороги, а потом, как сказал Христос, по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. — И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. — А? Каково? — Тем более, что совсем-то она мне еще ведь не отказала? — Нет, а это самое главное. — И все более воодушевляясь, продолжал доказывать все тому же терпеливому собеседнику правильно своих действий. — Вот и Иван Адамович сказал, что подумать обещала. — Значит, сколько надо будет, столько и буду ждать. — Без Ларисы домой не поеду, даже не мечтай. Так и рассуждал сам с собой. Никто, даже невидимый сверчок, своим заунывным, нескончаемым стрекотанием не нарушал ход мысли, а тишина сухумской ночи располагала к памяти. И вот уже Костя окунулся в свое трудное, но все равно незабвенное детство. Родился он на Украине, в глухой деревушке Каменец-Подольской области. И сколько помнил себя, рядом с ним всегда были его сестренки — Лена, которая была старше на 10 лет, и младшая — Аня. А когда подрос, то узнал, что с Леной они сродные брат и сестра, потому что ее мама умерла, когда она была совсем маленькой. — Вот как вы сейчас с Аней, — говорила Лена, когда рассказывала о ней. Отец долго ходил в бобылях, пока не женился на матери Кости и Ани Варваре, в девичестве Варис-Кокун. Мать, хоть и ростом невеличка, отличалась неимоверной трудоспособностью и сильным характером. Недаром долгое время она была звеневой в колхозе. Правда, от той должности было больше ущерба здоровью, чем хоть какой-то пользы для семейного бюджета. Никаких льгот по тем временам ей не полагалось, разве что покомандовать бабами до и во время работы. Только для этого надо было и вставать раньше других, что она и делала постоянно по утрам, собирая по селу работниц звена и уходить с поля позже всех. Незавидная, прямо скажем, должность, хоть и командная. А вот отец слыл мягким, в какой-то мере даже интеллигентным мужчиной, поскольку был довольно грамотным по тем временам. Таким и ушел на фронт, а вернулся после ранения таким хворым, что не прожил и месяца, и дети остались одни с матерью. Нужда заставила Лену пойти в поле, пожалуй, что с тринадцати лет. Жили они в доме на два хозяина, то есть дом-то один, но с двумя входами с разных сторон. Костя хорошо помнит, как мама, уходя на работу, закрывала его с Аней на ключ, обрекая на вынужденное сидение на весь день. Иногда их выручал сосед, инвалид войны Митрофан. Как только завидят его в окно, так и стучат, так и просят сердобольного мужика, чтобы выпустил их. Ну, хоть бы на минуточку, а ключик, дядь Митрофан, так это в сарае, справа на гвоздике. Повздыхает он, почешет в озабоченности затылок, да и выпустит детей. А потом сам же и признается Варе, что ее наказ нарушил. Пусть, мол, порезвятся, тошно ведь им заперти-то сидеть. Ну, мать, построжится, построжится, да и отойдет. Раз не набедокурили нигде, то и ладно. Только, мол, больше не-не. И так до следующего раза. А в три годика не стало Ани. Умерла от истощения. Война делала свое черное дело на фронте, а голод косил народ в тылу. И кто знает, что судьба уготовила бы и Кости с Леной, если бы не удалось Варваре получить работу продавца в магазине и уйти с поля. С каким же облегчением вздохнула она. Тот, хоть и недолгий период, позволил ее семье выжить. Разносолну на столе, конечно, не сильно прибавилось, но хлеб теперь в доме был постоянно. Еще запомнились Костику воскресные походы в церковь. Варвара была ревностно верующей, и хоть и приходилось топать в церковь за три с лишним километра в другое село, не пропускала ни одного собрания. Рано утром поднимала ребятишек, еще когда и Аня жива была. Молилась с ними, и, забросив через плечо связанные бечевкой выходные туфли, отправлялась в путь. Дети поспешали за ней, а когда уставали, поочередно брала их на руки. Пыль не пыль, грязь не грязь. В слякоти до самой зимы шла она босиком до небольшого ставка. Деревенский пруд. Аккурат перед селом. Обмывала в нем ноги и надевала туфли. Точно такой же ритуал был и на обратном пути. И так носила она туфли больше пятнадцати лет. Чаще на плечах, чем на ногах. Кажется, только со своей первой получки. Повзрослевший сын подарил ей другие. Ну вот закрыли магазин в селе, и снова надо было идти в поле вместе с Леной. Куда девать Костю? Не с кем мальца дома оставить, хоть караулари. Но и тут выгод нашелся. Да такой, что лучше и не придумаешь. Еще летом пустила Варвара к себе на квартиру молоденькую девушку. Учительницу начальных классов Нину Антоновну. Услышала та ее молитву. Ну и давай, мол, я его с собой в школу брать буду. Да и не вопрос, что даже шести еще нет. Я же его в журнал-то заносить не стану. Пусть сидит пацан на уроках. Тут тебе и присмотр за ним, и ему самому не тоскливо будет, как если в доме одному оставаться. Да хорошо бы хоть попробовать, обрадовалась Варвара. Он у меня толковый, усидчивый. Ну, а не усидит-то уж, чего туда поделаешь? Усидит, улыбнулась Нина и взъерошила волосы раскрышему рот Косте. Хочешь со мной в школу ходить? Можно было и не спрашивать. Надо было видеть, с какой гордостью вышагивал новоиспеченный ученик рядом с учительницей. Одно беда. Школа была в том же селе, что и церковь. И каждодневные такие прогулки мальчик мог не осилить, а это могло отбить охотку и от учебы. Поэтому поначалу так через день она его и водила. Потом ничего, попривык. Путь-то знакомый. А еще нет-нет, да и подвезет кто попутно на телеге. А зимой на санях да на дровнях. И все опасения оказались напрасными. Сам оголец в школу рвался. После первой четверти Нина уже внесла его в классный журнал. А к концу учебного года обнаружилось, что недостигший нужного возраста ученик постигал грамоту наравне с другими, если не более успешно. «А оставлю-ка я его у себя», – предложила Нина Антоновна его маме. «Переведу во второй класс, и если так дальше пойдет, то быть ему отличником, а там и медалистом». Ее слова сбылись в полной мере. Школу Костю заканчивал с прицелом на золотую медаль. В общем-то, и закончил ее с оценкой отлично по всем предметам. И в аттестате эти оценки были проставлены. Да только с медалью неувязка вышла. Не дали ему медаль, потому что был сыном штунды. Вот прямо так и объяснил при вручении аттестата завуч школы. А ведь как раз он-то больше всех и обещал ее Косте. Столь вопиющей была эта несправедливость, что даже учителя во главе с супругой этого завуча обратились с письмом в областной отдел образования. Ответа на письмо вообще не последовало. Зато последовал вызов подписантов на ковер, где в грозной форме предупредили о неких мерах, которые могут быть приняты к ним в случае повторения акции. Надо сказать, что как не уговаривали учителя, сам Костя отказался писать жалобу. Отказался со всей категоричностью и их просил не вступаться за него. Характер Константину он наследовал от матери. Я поступлю в институт и без вашей медали. В сердцах бросил он в лицо комиссии, выдававшей аттестаты. Но это, конечно же, был для него удар. Первый удар системы образования по самому юному ее выпускнику, только-только вступающему на самостоятельный жизненный путь. Не будем забывать, что он был моложе всех своих одноклассников на два года. Это принесло и некоторое избавление от иллюзий о равенстве всех граждан страны, о чем денно и ночно трубили по радио. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Узнал. Оказывается, есть. Но кроме чувства обиды и горечи, это событие послужило ему еще и хорошим уроком на всю жизнь. Дело в том, что после долгой обработки он поддался на уговоры учителей вступить в комсомол. Ну, не хотел парень вступать в эту организацию, да и все тут. Вообще, в тот временный период он был еще, как сам выражался, вольно определяющийся казак. И вступать куда бы то ни было ему не хотелось. В церковь с матерью, если и ходил, то лишь для того, чтобы угодить ей, доставить радость. Да и ходил-то очень редко и никогда не задерживался ни на какие мероприятия. И все же как раз эти собрания влекли его к себе искренностью проповеди и отношения прихожан к друг другу, в то время как дутый официоз и явное лицемерие комсомольских агиток отталкивали. Невольно сравнивая два эти собрания, он, если где-то и видел себя, то уж точно не в комсомоле. Но что поделаешь, больно уж велико было желание учиться дальше. Поступить в институт было его заветной мечтой. На этом и сыграл опытный завуч школы, ярый противник религии, и, нетерпимо относившийся к верующим, он знал, на что давить. То, что мать Бондаря была членом штунды, ни для кого не было секретом. Впрочем, вовсе и не нужно быть опытным педагогом, чтобы понять, о чем мечтает отличник. Случилось это уже в 10-м классе. Пойми, что не вступив в комсомол, ты ни за что не сдашь экзамены так, как того заслуживаешь. Постоянно толмил завуч этому упрямому ученику при каждом вызовет в свой кабинет. А у тебя есть все шансы получить золотую медаль. И тогда дверь любого института для тебя открытый. Да и для нас это будет большой гордостью. Но добил колеблющегося Бондаря все-таки не он, а молодой, симпатичный парень из райкома комсомола, присутствовавший на очередной беседе с ним. Исчерпав запас красновечия и терпения, завуч оставил этого функционера один на один с Костей. Очевидно, так было задумано. И тот, оглядевшись по сторонам и вроде как убедившись, что никто не подслушивает, предложил поговорить по душам. По-свойски, мол, по-нашему. И не откладывая в долгий ящик. Для наглядности кратко рассказал о себе, в том числе, какой был непослушный, но честный, и круто перешел к делу. Слушай, давай на чистоту. Мы же свои люди, что мне от тебя скрывать? Короче, ты нам всю картину комсомольской жизни, не только школы, но и всего района портишь, понял? Мне за тебя, щелкнул языком и сделал руками жест, будто его подвешивает, сикер башка будет. И не мне одному улавливаешь. А кто от этого выиграет? Никто. Все в промоте. А главное, и тут ваш завуч прав, ты лишаешь себя будущего. Держать в руках птицу счастья и бездарно выпустить ее, оно тебе надо? Ты ж не идиот. Соглашайся, а мы со своей стороны поможем с поступлением, если у тебя будет золотая медаль. Там ведь тоже есть свои нюансы. Такие, что, о-о-о, будь с Бог, без поддержки не обойтись. Соглашайся. В конце концов, мне важно, чтобы ты сейчас в комсомол вступил. А получишь аттестат, да и делай что угодно. Хоть на голове ходи, как говорил мой первый тренер. В общем, уговорил. Вступил Бондарь в комсомол. И вот оно чем обернулось. Его просто обдурили. Ах, как боялся он сообщить об этом своей маме. Думал, что она не перенесет такого удара или уж в лучшем случае будет сильно переживать. И как же был удивлен, когда она даже не опечалилась по этому поводу, а только промотала невнятно, что, мол, теперь-то сам увидел, каково это пробовать служить двум господам. Каким господам? О чем ты, мама? Даже немного обиделся сын на такую ее реакцию. Ну, что даже не огорчилось. Я ведь сам по себе. Сам, сам. Да это Господь показал тебе, куда ты катишься. Почаще бы заглядывал в Библию, глядишь, и не купился бы на пустые обещания. Ты погляди, погляди. Может, и поймешь, чего. Посоветовала мать. А что переживать? То переживала она как раз после того, как узнала, что ее сын был на комсомольском собрании. Вот тогда, да. Тогда ей было от чего переживать. Лишь потом, после покаяния, понял Костя, что хотел Господь показать ему. И наглядно показал. Нельзя обманываться лживыми, мирскими обещаниями. Как бы не хотелось в них верить. И еще один печальный опыт приобрел он по окончании школы. Это уж вроде традиция такая укоренилась у выпускников обмывать последний экзамен как полное и окончательное завершение учебы. А у Бондаря, ожидавшего золотую медаль, причина для исполнения этого ритуала, по мнению одноклассников, была особая. Он, мол, просто обязан обмыть награду. Ну, надо так надо. Костя сильно-то и не противился. Кому же охота выглядит среди сверстников белой вороной? А что они постарше его, так это тем более надо доказать, что он не какой-нибудь рохлят, а самый что ни на есть мужик. И вот, подзадориваемый ими, «Дескать, не слабо тебе хлебнуть горилки?» Будущий медалист, ни разу в жизни даже не нюхавший, чем пахнет эта самая горилка, принял участие в попойке. Плюс к тому еще и выпил наравне с теми, для кого спиртное было далеко не в новинку. А так как мероприятие имело место быть на берегу речки, то понятно, что без купания не обошлось. Понятно и то, что Костя, буквально ошалевший от непривычной отравы, потерял всякие ориентиры и стал тонуть. Но его бессвязные выкрики и лихорадочные взмахи руками расценивались такими же пьяными друзьями, как баловство. И лишь когда он пошел на дно, у кого-то хватило ума кинуться на помощь, чудом удалось спасти его. И уже нахлебавшись, воды и потерявшего сознание вытащить на берег. Такие вот два совершенно разных по значению события в течение нескольких дней произошли в жизни выпускника школы Константина Бондаря. Но приобретенный таким образом опыт не прошел даром. С этого первого раза и оказавшегося единственным выработался у него стойкий иммунитет как к спиртному, он его на дух не переносил, так и как всякого рода партийным организациям. Раз и навсегда зарекся от любой сделки с ними, какими бы обещаниями его не кормили. Один раз он уже наелся этими посулами досыта. В том же году он предпринял неудачную попытку поступить в Львовский институт. Нет, он не провалил экзамены. До их сдачи дело просто не дошло. Как и у всех жителей села и деревень, у него вместо паспорта была справка сельсовета, с которой он приехал во Львов с одним одноклассником, своим хорошим другом. На второй день в отличном приподнятом настроении, казалось, даже ласковое солнышко светит обнадеживающе, оба пришли в институт сдавать документы и, встав в очередь к окошку приемной комиссии, вдруг услышали «Внимание! Все поступающие заранее готовьте паспорта. Без паспорта документы не принимаются». И погасло солнышко. Паспортов-то у обоих нет, как нет. Растерялись друзья. Переглянулись, развели руками и в раз погрустневшие вышли из очереди. Как-то и невдомек обоим, что справка из сельсовета и есть для них паспорт. Ну, это уж узнали, когда вернулись в село. Узнать-то узнали, а срок сдачи документов уже вот он, не успеть назад. Далековато до Львова из-за леси-то. За день не доберешься. Ну, погоревал, конечно, не без этого. И, чтобы не терять год, поступил, как и многие его друзья, в школу ФЗО в Ворошиловградской области и через 10 месяцев окончил ее с отличием. Получив профессию крепильщика горных выработок, он при распределении попросился в город шахты Ростовской области, где проживал его двоюродный брат Василий. Название города говорит само за себя. И здесь, в одной из шахт, и началась трудовая жизнь Константина. Здесь же, в конце сентября, он поступил в филиал Новочеркасского политехнического института на вечернее отделение. И так уж получилось, что за две недели до поступления стал членом церкви евангельских христиан-баптистов. В той церкви проповедовал Василь. Он и привел Костю. И теперь тот принял водное крещение. Об этом крещении стало известно администрации шахты. И, в общем-то, ничего тут особенного не случилось. Поскольку церковь была регистрирована, пресс-фитеру должно было исполнять взятое на себя обязательство, то есть докладывать в органы о новых членах церкви. Что он аккуратно и делал. Ну, а по месту работы незамедлительно сигнализировала уже милиция. Так-то оно и ладно бы. Да только самим новым членам это другой раз выходило боком. Не сразу, но боком это вышло и бондарю. Буквально через неделю ему округлили в кавычках зарплату, и он, отстаяв огромную очередь за деньгами, вынужден был плестись за разъяснениями к порторгу шахты. В тот день состоялся его первый нелицеприятный разговор с руководством. Вначале, как водится, порторг долго и заучено, прямо как доклад, но без бумажки. Говорил о горизонтах коммунизма, о немеркнущем в веках деле Ленина и его светлом будущем. Да вот беда. Вставляет палки в колесо прогресса враждебные темные силы. Оттого, мол, и пробуксовывает иногда то колесо. А еще те силы пополняют свои ряды за счет несознательных элементов общества. И тут он плавно перешел к вопросу о вере. Вот зачем оно тебе надо? Разыгрывая искреннее недоумение, воскликнул он. Хоть убей, не понимаю. Ну, был бы ты дебил. Так нет, наоборот, грамотный, прямо обзавидуешься. Не пьяница, не лоды. Наоборот, работяга, да еще с приличным заработком. Чего и ничего не хватает? Веры, Анатолий Сергеевич, скромно ответил Бондарь, веры в Бога. Остальное, как вы справедливо заметили, у меня есть. И одно другому не помеха. Наоборот, гармония, а она только с верой в Бога приходит. Ух ты! Так с размаху и сел в кресло, маршировавший по кабинету верный ленинец и строитель коммунизма. Немного поморгав глазами, повернулся к двум сидящим за столом членам портбюро. Я думал, он зеленый, по неопытности в тенет от церкви попал, а это уже не подыскал слова и махнул рукой. Ничего, мы за тебя еще поборемся. Иди пока. Но знай, не порвешь сморкобесием, пожалеешь. Мы добрые, но это когда нас понимают и идут навстречу. Если нет, снова вскочил руку за борт пиджака вылитый вождь. Если нет, то не жди и пощады разрастись инородные обухоли на здоровом теле общества мы не дадим. Понял? Понял, Анатолий Сергеевич, не дадите. Костя сделал жалобную мину. Могу я идти, а то не успею зарплату получить. Иди и думай. Ага. Побежал Костя к кассе, а там уже ни очереди, ни денег. Кончились. Ну, это уже не такая и беда. Получил на следующий день. Главное, узнал причину округления и хорошо бы знать, к чему готовиться. Чем может обернуться угроза Порторга? Вроде бы ничем. В стране ведь, похоже, оттепель наступила. Ну, может, и временно, но наступила же. Мало по малу забылся тот разговор. Молодости свойственно много не задумываться, тем более, что его, кажется, оставили в покое. На работе, да, оставили. Но то же самое произошло и в институте. Правда, несколько по иному поводу и не в такой категоричной форме, но тоже с предисловием о светлом будущем, которому мешает религия. «Нам стало известно, что вы живете у брата. Это так?» спросил декан после вступительного слова партийного босса. Пондарь подтвердил. «Но известно и то, что ваш брат сектант» снова вступил в Порторг и, не давая Константину ответить, поспешно продолжил. «Мы никого и ни в чем не обвиняем, а только беспокоимся, чтобы эта трясина не затянула и вас. Не думайте, что секта это так, какие-то бирюльки, что поигрался, мол, и вышел. Нет, ситуация очень-очень серьезная. Не успеете оглянуться, как вы уже у них на крючке. Поэтому советуем вам исключить всякие связи с ними и подумать о другом жилье. Для вас это не должно стать проблемой, вы же хорошо зарабатываете. Да не жалуюсь, только и успел ответить Константин. Вот и подащите себе квартиру. Партор взял Костю под локоть и повел к двери. Ну и как-нибудь дадите нам знать об этом. Итак, желаем всего доброго, до свидания. Да, вот и пойми их. Сбитый с толку таким поспешным выдворением из кабинета рассуждал Костя, уже оказавшись в коридоре. то ли уверены во мне, то ли времени не хотят на меня тратить попусту. Ладно, уходить от Василия я и так и так собирался. Хватит уже стеснять его семью, пора и честь знать, смотришь и тут оставят в покое. Вроде оставили, и первый курс студент Бондарь закончил вполне успешно. Полный силы энтузиазма приступил к учебе и на втором курсе, но поздней осенью вспомнили вдруг о верующем крепильщике на шахте. Вызвал Порторг его один раз, вызвал второй, и поскольку идеологические беседы и обещания дать отсрочку от армии не дали положительного результата, для Порторга разумеется, то самолично вручил Константину повестку военкомат. Раз, не хочешь по-доброму отказаться от секты, то давай-ка басолдаты, вот в армии тебя уж точно отучат и от веры, и от Бога, и еще много от чего. Близок будет локоть, ты не укусишь. Ну что, воинская обязанность, она всеобщая, тут уж как ни крути. Взял Костя повестку, откозырял Порторгу по-военному, рад стараться вашества. Спасибо за заботу. А через неделю, признанный годным для службы в погранвойсках, уже ехал в Ростов в школу подготовки сержантского состава. Ехать-то ехал, но поучиться на сержанта не довелось. Обнаружили в штабе округа, что прибыл к ним студент аж второго курса института и тут же оставили его у себя. «Ты, парень, не расстраивайся, в штабе ты быстрее получишь звание, чем в школе», успокоил его над штабом майор Шурга, полагающий и не без основания, что каждый хохол только и мечтает о лычках. «Да мне оно как-то и не очень, чтобы очень», хмыкнул новобранец. «Ну, это не скажи». Покровительством похлопал его по плечу майор. «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Знаешь, кто это сказал?» «Знаю, вы сказали». «Молодец», похвалил Шурга, «будет с тебя толк». «Иди к Хамиту, писарю штаба, пусть готовит из тебя тарин, но все обскажет. И что, и как, и где. Давай». Хамит и правда сослужил хорошую службу новичку. Ожидавший со дня на день дембель, он не только оперативно ввел его в курс дела, но и научил, как исправить почерк. Больно, он у тебя корявый, как курица лапой, а это для писаря большой минус. Потом несколько уроков по правописанию и после совместных усилий выработал своего бондаря четкий каллиграфический почерк, такой, что даже самому стало приятно видеть. Так рядовой бондарь стал штабным писарем и прослужил в этом качестве полтора года, то есть половину ромейского срока. Вот вроде ничем особым и не выделялся, а все же не дремлющая окра отдел контрразведки войска то введения КГБ вычислила, что в его рядах служит ужас какой, живой баптист, да не абы где, а в самом штабе, кто проморгал. Сгустились над штабом зловещие тучи, вот-вот полетят с плеч командирские головы, в смысле зеленые офицерские погоны. Спокойно, только спокойно, скомандовал всем опытный шурга и кинулся исправлять положение. Первым делом доложил наверх, что меры, мол, приняты, баптист изолирован, с ним проводятся беседы и большой опасности для существования армии он уже не представляет. Доложил так и только потом побежал эти меры предпринимать. Ну, побежал опять же в том смысле, что вызвал к себе писаря для той самой профилактики. Ну, ты, бондарь, и задал нам задачку. Укоризненно встретил явившегося в кабинет солдата. Без ножа зарезал. И откуда ты только взялся на мою голову? Вот что теперь прикажешь мне делать? С кем, товарищ майор? Да с тобой же, голова твоя садовая. Уграздило же тебя именно в эти баптисты податься. Будьте неладны. Ну, молился бы попу, никто бы тебе и слова не сказал. Тут шурга почесал с дотылки и поправился. Если бы по-тихому, конечно, молился. Но у нас же свобода, вера, начал было писарь. «Какая тебе свобода, если это секта?» взвился майор. «Что ты тут мелешь? Да если всем сектам разрешать молочь, что попало, то это уже не свобода будет, а анархия. Нашел тоже, где свободы размахивать. Сиди уж и слушай, что говорить буду. Я тебе, Костя, плохого не желаю, сам знаешь, да? Мысль у меня тут появилась. Слушаешь, нет? Слушаю, товарищ майор. Шурга был человек незлобивый, а если когда-то и взорвался, быстро отходил. И к Бондарю он действительно относился очень хорошо, ценил заграмотную, хорошо продуманную работу. Все у него и всегда было под рукой, все как бы разложено по полочкам. Любые данные, начиная от рядового солдата личного состава, можно получить за считанные минуты. Уважал своего командира и Константин. Очень часто тот обращался к нему в шутливой форме. Слушает он, сердито проволчал майор, а надо бы наперво думать, куда вступать. И безнадежно махнул рукой, а все равно до вас упертых не дойдет. Маялись мы уже с одним таким богомольцем, так что опыт есть. Маялись, маялись, да кое-как избавились. А тут гляди-ка еще один подоспел. Но ты-то вроде поумнее, может быть и поймешь что к чему. В общем мысль такая. Я уже советовался с местными журналистами из Красной звезды. И вот что дельного на мой взгляд они предложили. Слушаешь, нет? Да я весь внимание. Ну это хорошо, если внимание. Так вот, если не хочешь быть усланным к черту на кулички, а именно туда тебя сошлют, если откажешься от этого предложения, то пиши письмо в комсомольскую правду, и тогда оставим тебя при штабе. Эти парни по-свойски быстро все дела с публикацией обтяпают и живи дальше, Костя. Знаешь эту газету? Ну кто же ее не знает? А что я должен написать? Так, мол, и так. Шурга встал и в привычной манере заходил по кабинету, как бы диктуя очередной приказ по округу. Я такой-то пишу, чтобы помочь таким же заблудшим душам, как и я, освободиться от пут мракобесия, столько-то и столькому времени я находился под жестким влиянием сектантов, но теперь, благодаря, стало быть, службе в рядах доблестной советской армии, прозрел и осознал, наконец, тлетворное действие религии на неокрепшие души ровесников и всю гибельность церковной идеологии. Майор остановился напротив Константина. Ну, как? Здорово это у вас получается, восхитился тот, прямо как очередью из пулемета, ты-та-та-та-та-та-ин наповал. Значит, будешь писать? В надежде прищурился майор. Нет, товарищ майор, я так не смогу. Мне что, я ведь только чужое переписывать гораздо. Ты не уверивай, снова сердится шурга, я не о том, что можешь или не можешь, а согласен ты или нет, мне сегодня не до шуток. Ты хотя бы понял, во что вляпался? Слушай сюда. Согласишься и напишешь, тут же гарантирую тебе звание сержанта и страшинское жалование. Потом оформим на сферсрочную и без проблем поступишь по нашей квоте в любой институт. Это ж какая перспектива. После института вернешься на службу, и тогда весь мир перед тобой. Майор мечтательно закатил глаза и вздохнул. Может быть, даже служба внешней разведки, а? Сам когда-то грезил об этом, но не было ни малейшего шанса, а у тебя он есть, причем с полной гарантией. Ну? Мне однажды уже давали гарантию, товарищ майор. Невесело откликнулся Бондарь. И тоже с перспективой, да еще какой. Поверил. Вот до сих пор и кается. Ну-ка, расскажи коротко, останется между нами. Костя рассказал. Шурга молча выслушал, прикинул что-то в уме. Не, нехорошо с тобой обошлись, нехорошо. признаю. Признаю, но что же ты надувательство одних на других переносишь? У нас-то тебе не шарашка какая-нибудь? Тут каждое слово выберено, весом мне не бывает. И его умеют держать. Ну ладно, я предложил, а ты думай. Даю на размышления неделю. Твоя судьба в твоих руках и не в чьих больше. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. То бишь либо в люди выбьешься, либо отправишься, куда я сказал, к рогатому. Туда, туда, на кулички. А где эти кулички, товарищ майор? Я это по-серьезному вас спрашиваю. Так, на всякий случай. Далеко, Костя, отсюда не видать. На какую-нибудь отдаленную заставу, где служба далеко не мед. Да хорошо, если где-то здесь оставят. А если, скажем, зашлют куда-нибудь в Туркмению, представь, кругом пески, барханы называются, и ни воды, ни еды путней, зато всякие жуки-пауки в изобилии, скорпионы, фаланги, каракурты, барханы, содрогнулся шуга. Вспомнить это страшно. Совсем не то запоешь, когда ответ от придется. Поэтому лучше будет, если этот случай рассматривать не придется. Сильно тебе этого желаю. Не внял совет у майора рядовой бонды, никуда писать не стал и поехал такие на кулички, которые, может быть, благодаря все-таки Шурге, оказались не Туркменией, а высокогорной линейной заставой на границе с Турцией, где лежит вечный снег, в кавычках. Как пограничники шутили между собой, 12 месяцев зима, остальное – лето. Да, служба на самой границе, как и предупреждал Шурга, была не сахар. Ну и сам Бондарь, с детства привыкший к лишениям, был далеко не слабак и быстро вжился в эту суровую действительность. Стоял на посту, был дежурным по заставе, ходил и в дозор, и в секрет, всего успел хлебнуть, до того, как вновь очнулись спецы из особого отдела. Но теперь причиной дотошной комплексной проверки стали другие пограничники, а Бондарь попал в сети, расставленные вовсе не для него. Та комиссия расследовала родственные связи срочников и выявила 16 солдат, чьи предки, как бы помягче сказать, были не в ладах с советской властью, а именно белогвардейцы, троцкисты, кулаки и так далее. Кое-кто из тех предков в свое время успел сбежать за кордон и здравствовал там по сей день. Как же можно родственникам этих людей доверять охрану границы? А когда к этому списку добавился еще Баптист Бондарь, забоялись пуще прежнего и схватились в страхе за головы. Дескать, чем руководствовалось командование округа, переводя неблагонадежного солдата на еще более ответственный участок? Что, по принципу, лишь бы с глаз долуя там хоть трава не расти? А если он пойдет не в дозор или секрет, а на патрулирование границы? А их всего двое, а он сзади. А в восьми километрах от нашей границы на турецкой стороне американская база. Это как? Оно как пальнет в напарника и к американцам. В общем, новый ужас и новый скандал. Но, как мы знаем, об этих скандалах никто и никогда и ничего не слышал. Тихо было все, без паники. В общем, собрали весь списочный состав и объявили, что переводят их в войска МВД. А нужно знать, что для пограничника тех лет не было ничего более постыдного, как сменить родные зеленые погоны на красные, которые вызывали у них, скажем так, были у них не в чести. О чувствах, которые охватили парней при этом известии, можно лишь гадать. Все они служили последний год. И вернуться домой не в той форме, которой гордились, мама родная. Понимал это и старшина. Поэтому выдал всем про запас новенькие зеленые погоны. Так, чтобы на дембель они могли отправиться теми, за кого себя считали. То бишь пограничниками. Один только бондарь проявил к этому полное безразличие. Через неделю они простились с заставой и прибыли в Ростов, где их поджидали покупатели, представители честей МВД. Константина, как имеющего незаконченное высшее образование, единственный из этой группы, остальные парни, как на подборне, закончили и семилетку, сразу же приметил начальника бозно-вещевой службы ОВС из Краснодара и увез его с собой. «За неделю введу тебя в курс дела и будешь служить в штабе полка», еще в дороге объяснил старший лейтенант Харочкин. И он же через день с удовлетворением констатировал. «А тебе, оказывается, и вводить-то никуда не надо, все тебе знакомо. Ну, тогда работай». «Надеюсь, претензий к тебе не будет, и я обижать не буду. По долгу службы тебе придется часто отлучаться из штаба в город или по области. Это уж куда пошлют. Поэтому вот тебе служебная увольнительная книжка. Пользуюсь я ее по своему усмотрению, но предупреждаю. Попадешься под рулю пьяным, сразу же лишишься ее». «Вот уж этого вам не надо опасаться, товарищ старший лейтенант. А, ну да. Слышал, что у вас верующих это запрещено. Это единственное, что мне у вас нравится. Кстати, как раз об этом. Остерегись с посещением нежелательных организаций. Ну, ты понял, о чем я. Если узнают, мне трудно будет отстоять тебя. С этим у нас строго. Вот такой у меня будет инструктаж. Ну как, все понял? Так точно, все. Обещаешь выполнять? Обещаю, что не попадусь. Все же я из погромцов. «А, хитер», – одобрительно качнул головой Харачин. «Ну, хоть так. Ладно, работай, Бондарь. Старайся. Страна не забудет тебя. Буду стараться изо всех сил», – козырнул Константин. «Вот увидите». И в тот же день послал письмо брату Василию с просьбой сообщить адрес церкви в Краснодаре. Брат не замедлил с ответом, подробно описал, что это за церковь, как ее найти, и как только подвернулась поездка в город, Костя воспользовался ею, чтобы прийти в местное собрание, приняв при этом все меры предосторожности. И будто заново родился. Столь долгой была изоляция от братьев во Христе, что теперь в молитвенном общении с ними забыл и о времени, и о своих армейских обязанностях. Спохватился только, оставшись вдвоем с пресвитером, да и то, когда тому пришла пора закрывать церковь. Это было благословенное событие, наполнившее душу светом Божьей любви и смирения. Светом надежды. Вот закончится армейская служба, и он снова приступит к мирной жизни, к проповеди Божьего слова. А пока не упускал любой возможности посетить собрание, хотя это и было опасно. Не зря же предупреждал Харочкин. Но на этот раз никто не сообщил о новом члене церкви, никто его не выдал, а за хорошую службу он даже получил по ходатайству своего начальника как откровенный 10 суток отпуск домой. Вообще, этот старлей, несмотря на скромное звание, пользовался огромным уважением в полку, если не сказать почитанием. Крылась ли причина такого отношения к нему в его должности или в чем-то другом, Костю не интересовало, но одно ему было хорошо известно. Шеф за него стоит горой. Сам слышал, как однажды начальник ОВС резко окоротил замкомандира полка, когда речь зашла о его верующем подчиненном. «Не кажется ли тебе, лейтенант, сказал тот при других офицерах, что ты уж больно много воли дал своему бондарю. Гуляет, понимаешь, как кот, где хочет и когда хочет? Не кажется, товарищ подполковник, сухо отрезал Харочкин. Вас неправильно информировали. Он гуляет там, куда его посылают по делам части. А вот о том, что он справляется с работой там, где у нас требуется целый отдел, вам, видимо, никто не доложил. Нам бы еще пару таких мужиков, и никаких бухгалтерий не надо будет». После этого разговора ни у кого из офицеров больше не возникло желания советовать Старлеве что-либо по поводу бондаря. Благодаря ему же Константин демобилизовался, считай, на полгода раньше. Учел Харочкин, что парень ушел в армию со второго курса института, и, поскольку такое положение существовало, добился, чтобы уже в июне его отпустили домой. Хоть и жалко было расставаться с таким исполнительным парнем, но пусть, мол, доучивается. Об этом старшем лейтенанте Костя сохранил самые теплые воспоминания. Все шло как нельзя лучше по всем фронтам. Константин вернулся на прежнюю работу и вскоре купил небольшой дом, перевез туда Варвару Михайловну, свою мать, успешно закончил второй курс института и половину третьего. Вот уже закончились общие лекции и началось изучение предметов по специализации. Мысленно он примерял на себя профессию горного инженера, тем более, что и на работе дела шли успешно. Во всяком случае, к нему, как отслужившему в армии, никто теперь не лез с вопросами о церкви. Да и в самой церкви дела шли лучше некуда. Он ревност набрался за любое служение, был назначен руководителем духового оркестра и вел молодежное собрание. Вроде бы на жизненном горизонте, не облачко, и вдруг в институте перед лекцией как гром среди ясного неба. Идите в деканат. Вас не допускают до занятий. Ничего удивительного, пожал плечами декан и охотно пояснил. Вас отчислили за систематические пропуски занятий. Оказалось, что вы давно перестали до них ходить. Вот докладная из ректората. То есть как это? Запротестовал Костя. Погодите, это какая-то ошибка. Я не пропустил ни одной лекции. Кстати, вчера я был на вашей. Ничего не знаю. Сухо ответствовал декан. Я выполняю то, что мне спустили сверху. Не согласны? Идите к ректору. Вернее, поезжайте. Все, разговор закончен. Вы у меня тут не одни. А задачный студент едет в Новочеркасск. Ректор принимает его и выслушивает с огромным вниманием и даже сочувствием. Потом говорит, ай-яй-яй, как нехорошо вышло. И с отеческой заботой в голосе вслух продолжает размышлять. Но вы еще совсем молодой человек, так что нет нужды расстраиваться. Вот вам мое видение проблемы. Мы вам выдаем справку о том, что вы берете академический отпуск на год. Так, хорошо подготавливаетесь, вступаете в партию. Она нуждается сейчас в таких рабочих кадрах. И уже по ее ходатайству мы вас восстанавливаем в институте. Все просто, как таблица умножения. Будут еще вопросы? Да. Скажите, а эту многоходовку вы сами придумали? Или ее вам так же, как и декану, спустили сверху? – Молодой человек, – посуровил лицом ректор, – я бы попросил вас. Но Константин уже не слушал. Внутри все клокотало от такого явного подлога и понимания, что ничего не доказать. Все уже решено. – Плохи, видать, дела у вашей партии, – бросил насмешливый. – Раз таким образом принуждаете в нее вступать, извините. – Но такая форма агитации меня не прельщает. Да и сама ваша партия мне не подходит. Я уж как-нибудь без нее обойтусь. До свидания. Подавленный такой вопиющей несправедливостью он вернулся домой. И хотя выданные документы позволяли ему продолжить обучение в другом институте, можно было тут же подать на заочное, сам себе отказал в этой затее. Вернее, не сам, а услышав ответ на молитву, когда все собрание церкви вопрошало Бога о его судьбе, и Господь открыл для него эту стезю. После этого собрания Константин полностью посвятил свою жизнь служению Богу. Продолжая работать на шахте, с головой окунулся в работу с молодежью церкви. Со временем его избрали в пастырское объединение служителей Кавказа, ответственным за молодежный отдел. Как раз по делам-то молодежи он и прибыл в Сухуми. И вот теперь и по времянке ожидал ответа Ларисы на свое предложение. Долго ли, коротко ли, но согласие было получено. А на каком уж там небе был счастливый жених, неизвестно. Сам он признавался, что на седьмом, хотя, мол, такого и нету в Библии, третье есть, а седьмого нет. На согласие Ларисы, конечно же, сильно повлияло отношение Ивана Адамовича к Константину. Как-то мимоходом она услышала разговор отца с матерью, в котором он оговорился, что очень скоро ему, по всей видимости, придется уйти в подполье. Докатились гонения и суда в Абхазию. И он будет чувствовать себя увереннее, если Лариса выйдет за Костю. Надежнее парня я не знаю, подытожил отец. Тогда я бы и за вас спокоен был. Это положило конец ее сомнениям. Отца она любила безоговорочной, нежной любовью. И хоть еще не признавалась, но в душе была благодарна, что он помог ей разобраться в своих чувствах к Косте. И только щемящее сердце жалость к отцу несколько омрачало ожидание предстоящей свадьбы. Из рассказов матери она хорошо знала, да и сама помнила о тех его мытарствах в Сибири. И так не хотелось, чтобы ему пришлось пройти через это все вновь. Узнав от Константина о согласии Ларисы, Адам Иванович обнял его. С радостью вверяем тебе свою дочь и с грустью расстаемся с ней, дорогой Костя. И если что-то вдруг случится со мной, будь ей и всей нашей семье добрым защитником. Да благословит вас Господь. После помолвки в церкви жених с невестой уехали в шахты, где состоялась свадьба. Свадьба, оно, конечно, дело хорошее. Да только не выпал шанс молодоженам долго парить в безоблачных высях счастья. По истечении месяца пришлось им спуститься с небес на землю. Повторилась и с ними похожая история, что и с родителями Ларисы. Даже по срокам похожая. И там отведен был месяц для счастья, и тут не больше. Да хорошо еще, что о готовящемся аресте успел предупредить Костю местный участковый. Он видела ордер на столе у прокурора. А так поехал бы он намного раньше, в края не столь отдаленные. К вечеру забежал участковый к молодоженам и так-то, мол, и так. Давай ноги в руки и побыстрее отсюда, потому что завтра тебя заарестуют. Константин, не раздумывая, в церковь, где аккурат проходила братская встреча служителей отделенных церквей Кавказа, был среди них и пресс-фитер из Карачаева-Черкесска Яков Васильевич Диденко, инвалид, ветеран войны. «Спокойно, братья, без паники», – поднялся тот, выслушав взбивчивую речь Бондаре. «Если согласитесь, я заберу Костю и Ларису с собой. Мы как раз испытываем большую нужду в служителе для работы с молодежью. А за его безопасность можно не беспокоиться. Еще в царское время у нас находили приют, негосударевые люди. Потом укрывались от советской власти, несогласные с ней. Так что укроем и их. Наши горы пока что никого не выдавали. Собирай, Костя, жену, через пару часов отбудем». В общем, утром наряд милиции, прибывший арестовать молодежного руководителя Кавказа, остался ни с чем. «Нету-те их, уехали в путешествию», – пояснила Варвара, мать Костя. «И когда вернуться, так совсем не знаю, ничего не сказали». Молодая семья быстро прижилась и в новой церкви, и в новой среде. Благодатный климат, величественные горы, окружившие город с трех сторон, кроме Северной, да и сам город, расположившийся в центре высокогорных районов Карачаева-Черкесии, на берегах трех рек – Кубани, Теберды и Мары, не мог оставить их равнодушными. Забираясь иногда высоко в горы с молодежью церкви, Лариса с Костей любовались городом, напоминавшим огромную подкову, вытянувшуюся по долинам Кубани и Теберды. Там, у самого водораздела, гора делила его на две части, там был и его центр. И предвеличием Божьего промысла, создавшего такую красоту, полнилась благоговейным трепетом душа. Одно лишь созерцание придавало ей ощущение удивительной легкости и восторга причастности к этому волшебству. А с таким настроением и работалось-то легко и свободно. На этой волне вдохновения Константин принялся за создание в церкви струнного оркестра, в котором принимала участие почти вся молодежь. Тут, как нельзя кстати, пригодился опыт руководства духовым оркестром в церкви шахты. Мало-помалу прикупали инструменты для своих музыкантов, и вскоре это был уже вполне профессиональный оркестр, который с удовольствием и даже гордостью слушали не только члены церкви, но с этой целью приходили и гости. Вообще этот бондарь был полон идей. И вот уже молодежь, потом это поддержали и старшие братья, на свой страх и риск организовали у себя в церкви заочные библейские курсы, куда приезжали верующие из многих городов. Каким-то образом молодежь церкви узнала о том, что у Константина день рождения выпадает на 24 февраля, и решила преподнести ему своеобразный подарок. Так и объявили ему на одном из молодежных собраний, что в его день рождения 11 молодых душ хотят принять крещение, и этому будет их подарком. «Да ведь еще холодно, ребята!» Попробовал отговорить их Костя. «Ничего с нами не станется!» Парировали они. «Бывало и похолоднее докупались. Давай, ставь вопрос перед братским советом. Куда денешься?» «Константин к старшим братьям. Так, мол, и так. Рано, решили те. Еще застудится кто-нибудь?» «Ну вот тогда вы им и скажите», – предложил Бонды. Пригласили молодежь, объяснили, что можно заболеть воспалением легких и так далее. Погодить, мол, придется до весны. Встает девочка, дочь пресвитера церкви, Люба. «Если кто-то из братского совета гарантирует нам, что Христос не придет до весны, тогда мы согласимся. Кто из вас даст эту гарантию?» Переглянулись старшие братья, улыбнулись и согласились. «Ладно, – говорит Яков Васильевич, – ваша взяла. Да и то сказать, я хоть и противился, но в душе рад этому, поскольку нас завтра посетит Иван Адамович Пункт. Мы попросим его остаться на пару деньков, чтобы помог мне преподать крещение Христова. Это решение, и особенно новость о прибытии гостя, вызвала общий восторг, и не только у молодых. Пункт и его проповеди хорошо знали и любили все члены церкви, что уж говорить о Ларисе с Костей. О таком подарке судьбы они даже не могли мечтать. Между тем пастор продолжил, вроде как бы оправдываясь и с озабоченной улыбкой. «Это вам, молодым, студенная вода, нипочем, а мне, старику, трудно будет отстоять в ней службу одному, а вдвоем оно и как раз будет. Да, напоминаю еще раз. Стало быть, крещение проведем на Маре, в самом укромном месте, ночью, без лишнего шума и постороннего глаза. И то сказать, у нас хоть и посвободнее, чем в других районах страны, а осторожность не помешает. Если вопросов больше нет, попросим Господа благословить нас и наше будущее мероприятие». Крещение, как и просила молодежь, назначили на 24 февраля, в ночь. Маринская долина пролегает между лесистыми горами, которые подступают вплотную к речке. Эти места напоминают таинственные, полные загадок ущелья Шварцвальда в Германии. Здесь полное безветрие, чистый горный воздух и изобилие солнца. Однако лучи его не проникают сквозь тяжелую свисающую хвою высоких темных елей и раскидистые кроны дубрав, под которыми всегда царит прохлада. Сама Мара, тихая маленькая речка, в половодье превращается в опасный бурный поток, способный переворачивать валуны в человеческий рост. И вода в ней в любое время года ледяная. Сюда-то, к перевалу Гумбаши, к вечеру первыми прибыли крепкие хлопцы, устроившие из больших камней за пруду так, что перед ней образовался крохотный пруд. А когда стемнело, на грузовике Леонида Ганченко приехали остальные участники водного крещения. Леонид с разрешения начальства мог ставить машину дома. И вот незабываемая картина той благословенной ночи. Вещий лес в своей дреме кажется еще более загадочным в томном сиянии луны, а причудливые тени от Него, разлапистые и косматые, с удивлением вглядываются в неоткуда взявшееся розерко, где и происходит великое таинство посвящения Христу. «Веришь ли, что Иисус Христос воскрес из мертвых, чтобы спасти тебя от вечной погибели?» спрашивает пастор. «Верю!» взволнованно отвечает очередной крещаемый. «Верю!» разносит эхо по ущелью, метаясь по теснине от одной горы к другой и затихает где-то далеко за перевалом. Шестерым преподал крещение Иван Адамович, а пятерым – Яков Васильевич. Среди них была жена Леонида, Надя, молоденькая женщина на восьмом месяце беременности. Как ни отговаривали ее, смело вошла в воду и, утонув для прежней жизни, ожила к вечным со Христом. Ни один из крещаемых не кошленул ни во время обряда, ни после него. Но один казус все же случился. И опять с родственником Леони, с его старшим братом, Михаил Ганченко, приехавший на крещение как бы с запасным шофером, на всякий случай, вдруг упал на колени и со слезами покаяния стал просить покрестить его. Действие Святого Духа так отчетливо виделось в его мольбе, что братья растерялись. И было отчего. Михаил хоть и регулярно посещал собрания, но был курящим. Миша, ну ты ведь куришь, сказал Диденко. А это, ну ты сам понимаешь, не маленький. Я брошу. Сейчас же, с этого момента, умолял тот. Старшим пришлось отойти в сторонку. Братья дорогие, проникновенно сказал Иван Адамович, у меня был такой опыт. Я крестил одного курящего, которого также коснулся Дух Святой. А в том, что он сейчас коснулся Михаила, мы не сомневаемся, ведь так? Несомненно так. Тот человек сейчас служит Господу, старшим пресс-фитером. Я так думаю, что нельзя противостоять Духу Святому и беру этого парня под свою ответственность. Пусть так и будет, дорогой Иван Адамович, согласились все. Остается только добавить, что с того момента Михаил бесповоротно расстался с курением. Сколько раз бросал, радостно удивлялся он сам. Дня не мог выдержать, а то сразу не хочу и все. Будто и не курил никогда. Чудо! Но незамеченным это крещение не прошло. Как и откуда прознали об этом в Черкесске, никто не может сказать до сих пор. Но факт есть факт. Не прошло и трех дней. Благо, пункт успел уехать. Как из столицы автономии прибыл уполномоченный по делам церкви Бутусов и через участкового тихо, без шума вызвал Деденко. Тот явился к нему в кабинет в сопровождении Бондаря. Так, на всякий случай. Ведь итог любого визита в органы никогда нельзя предсказать. После знакомства с обоими и недолгих отвлеченных вопросов о житье-бытие Бутусов перешел к делу. «Нарушаем закон, Яков Васильевич!» Говорит вкратчиво так. «А можно пояснее?» Отвечает Деденко. «У нас вроде все по закону». «Ну как же! А кто ночью крестил молодых людей? Совсем недавно». «Где же тут нарушение закона?» Удивился пастор и достал Библию. «Вот вам повеление Иисуса Христа. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Это и есть для нас закон, потому что Он Божий. А вы какое имеете в виду?» Чиновник вдруг несколько раз подряд громко икнул и, схватив стакан с водой, мелкими глотками опорожнил его. Готовый, как всякого рода отговоркам и оправданиям, он, конечно же, не ожидал такого дерзкого ответа. И, похоже, у него произошел нервный срыв, повлекший за собой явные признаки несварения желудка. Выпучив глаза, он долго сглатывал воздух и, наконец, едва сдерживая себя, чтобы не выругаться, выдохнул на одних шипящих и с присвистом. Шутки шутить решил. Что ж, хорошо, давай пошутим. О законе, который запрещает крестить молодых людей, надеюсь, слышал? Это не закон, милейший. Это рекомендации присвятерам церквей, насколько я слышал. И потом, и это я знаю уже точно, уже два года, как они отменены законом, между прочим, и общественностью. Так что церкви не обязаны исполнять почившие в бозе рекомендации. Чуть-чуть не обязаны, еще больше рассердился чиновник, не уловив смысл незнакомых слов и снова наполнил стакан из графина. Изжогать, черт бы я побрал, промолотал зло и непонятно для кого. В какой еще позе? Говори по-людски. Да я бы с радостью, дорогой, но для разговора по-людски не вызывают в милицию, а приходят в гости. Тогда не только по-людски, и по душам поговорить можно. А здесь что? Здесь только вопросы и ответы. Вот и отвечай по существу, а не играй мудреными словами. Я все сказал, сухо отчеканил присвятер. Если у вас больше нет вопросов, позвольте откланяться. Да, чуть не забыл. Передайте привет от меня Жамбору Агузову. Он ведь, кажется, еще в Черкесске. А что, вы знакомы? Тон чиновника несколько изменился. Воевали вместе. Так мы пойдем? Идите. Но думаю, что мы еще встретимся и разговор продолжится. Может быть, и по-людски. Бутусов попытался улыбнуться, но вышла лишь какая-то кислая ухмылка. Дверь легонько хлопнула, и он сморщился, как от зубной боли. Погоди, погоди. Я тебе пошучу. Так пошучу, что и Жамбор не поможет. Век помнить будешь. Некоторое время Константин с Яковом шли молча. Будто боялись быть подслушанными. И лишь когда значительно удалились от милиции, не сговариваясь, присели на скамейку в небольшом скверике. Не очень-то приветливо вы с ним, а, Яков Васильевич? Спросил Костя. Причина какая-то есть? Никакой. Просто не всегда еще удается справиться с эмоциями. Как увижу такого кичливого чиновника? Ну, не дать мне взять барин из поэмы Некрасова. Ты же сам видел. Так и хочется сказать ему, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Но ведь не поймет, о чем он. Он же действительно считает себя выше других, выше нас с тобой в данном случае и действительно думает, что вправе поучать нас. В общем, каюсь, грешен. Аллергия у меня на таковых и нет никакого воздержания. Как вы думаете, это только начало и будет продолжение, как он сказал, или на этом оставят нас в покое? Продолжат, это уже без сомнения. Так-то они редко нас замечали, а теперь, видимо, сверху отмашка была. Снова какую-нибудь компанию антирелигиозную затеяли. Им это время от времени надо проводить, чтобы люди меньше задумывались, почему им живется плохо. Власть как бы указывает причину. Вон он, дескать, твой враг, из-за которого у тебя не всегда есть масло к хлебу на столе. Это же он, сектант, с помощью запада и на деньги западных мракобезов тормозит приход светлого будущего. Так что, Костя, будем готовиться к грядущим гонениям. Да вроде не привыкать. А про фонтовика это вы специально упомянули? Чтобы попугать громким именем? Про и нет. Он одно время в милиции был в больших начальниках, теперь уже на пенсии. Тоже ведь израненный весь. Много мы с ним прошли да пережили. Может быть и передаст ему Бутусов привет, но вряд ли. Зато быстро отпустил. На это я и рассчитывал. Ну, пойдем, а то взябка что-то стало. Февраль не для посиделок. Деденко первым встал, протянул Косте руку и повторил. Будем готовиться. Нас предупредили, значит, вооружили. Торопиться они не будут. Сначала ждем соглядатаев. Этих зашлют быстро. Придется эвакуировать твои библейские курсы куда-то в надежное место. В смысле всю литературу. И чем раньше, тем лучше. Завтра же начинай паковать книги, а я поищу безопасное место и увезем куда-нибудь подальше. Как в воду смотрел умудренный жизненным опытом Деденко. В церковь на собрание зачастили как местные милиционеры, так и вовсе незнакомые люди. Долго так ходили, а в конце апреля перед первомайским праздником нагрянули уже с обыском с целью обнаружение подпольной типографии. Ничего естественно не нашли, все книги были вывезены за пределы республики. Но не уходить же с пустыми руками. Думали, думали и забрали музыкальные инструменты. Все до единого, якобы для какой-то там сверки. В надежде вернуть их Константин обошел наверное все кабинеты. Просил, требовал, уговаривал все впустую. Инструменты как в воду канули. Вот и 28 мая в очередной раз зашел в управление воспользовавшись обеденным перерывом на работе. А, опять ты? Не очень-то дружелюбно встретил его дежурный. Кому тебе на этот раз? К майору. Назвал Костя фамилию. Дежурный просмотрел какие-то бумаги на столе перед собой и вдруг радостно распылся в улыбке. А, Бондарь, ты же Бондарь. Проходи, проходи, да побыстрее. В такой же радости встретил его и майор Иванов. И даже руки раскинул, будто само счастье к нему в них приплыло. Сам пришел, ну ты просто молодец, сейчас мы все оформим. Что, нашлись наконец-то? Обрадовался и Костя. кто нашелся? Куда нашелся? Выдвигая и задвигая ящики стола, весело насвистывал Иванов. Все для тебя, дорогая, пропел фальшиво, все для тебя я куплю. Сейчас, сейчас, куда же я дел его? Верните хотя бы аккордеон, попросил Константин, поняв, что ничего не добьется и сегодня. Это не наш, мы его одолжили на время. Да не понадобится тебе, бондарь, уже никакой аккордеон. Будешь ты теперь играть совсем на других инструментах. Во, нашел! Хлопнул майор на стол в фирменный бланк. Вот орден на твой арест, видишь? Все для тебя, дорогая, сейчас же и пойдешь в камеру. Там в основном в карты играют, да козла забивает. Закинув голову назад залился Иванов с счастливым смехом. Ой, не могу! Сижу, думаю, где кого взять, за ним послать, а он сам тута. Ой, не могу! Ну, раз я вам такой подарок сделал, разрешите мне хотя бы жену предупредить, сказал Константин. То хотя бы аккордеон ему верни, то хотя бы жену, передразнил, не переставая веселиться майор. Немного или хочешь, а, бондарь? И резко оборвал смех. Нет уж, раз ты уже попался, никакой тебе больше связи. Жене твоей сами доложим, не переживай. Ей теперь за тебя хоть беспокоиться не надо будет, в надежное место определим, а то рыскаешь по городам и весен с проповедями своими не хуже ее отца, как его пунка, пунк, мунк, это же надо, собралась пара Грашова, что отец, что муж одного поля ягоды. Везет детки, как утопленница. Он открыл дверь и зычно крикнул, Курагин, пой сюда. Сам прошел за стол, и начал что-то записывать. Сейчас заберешь героя в СИЗО. Видишь, Бондарь, с почетным караулом тебя проводим на нары. Вообще-то при аресте полагается говорить причину, усмехнулся тот, предъявить, так сказать, обвинение. А тебе есть разница? Зачем оно тебе надо? Узнать, за что такой почет, да еще в мой день пограничника, а ты так прямо и пограничник. Не поверил Иванов. Почти три года на границе отслужил. Иди ты, округлил глаза майор. Похоже, он искренне удивился и бросил даже писать. Проверьте, можно сказать, ваш покой охранял, а вы меня в кутузку. Не я, не я, Бондарь, тебя туда определяю. И разбираться буду не я. Мне вышло предписание, я выполняю. но это как же ты тогда в секту попал? В таких войсках служил и на тебе непорядок, это Бондарь, прямо скажу. Ну ладно, только потому, что ты бывший пограниц, скажу по секрету. Только ты, помню мою доброту, привлекают тебя запечатание и распространение нелегальной литературы, понял? А еще какие-то ты там у себя курсы мурсы проводишь, а? То-то. Доволен теперь? Более или менее. Спасибо. А вашу доброту я буду еще больше помнить, если разрешите передать напарнику рабочий инструмент, сказал Константин. Иначе там после обеда работа встанет. Ну, это дело поправеемое. Отмахнулся майор, поставил точку в своем обусе и протянул бумагу милиционеру. Это отдашь в СИЗО? Но сначала отведи его на работу. Да без наручников веди, без наручников. Куда он убежит, если сам пришел? И долго еще в сомнительной улыбке покачивал майор головой. Хм, это ж надо. Пограничник и туда же, в секту. На самом деле никакого инструмента Константину передавать не надо было. А что надо было, так это предупредить братьев о своем аресте, а значит и о возможном обыске у них. Особенно, конечно, переживал за недавно привезенные матрицы для отливки шрифтов, которые хранились у одной сестры и в душе молился, чтобы на работе еще был кто-то из своих. Но вышло и того лучше. Едва он с провожатым вышел из управления, как навстречу попался Леонид. Был он за рулем и, сразу заподозрив неладное, остановил машину. Куда путь держим, Костя? приоткрыл дверцу. А, Леня, обрадовался тот, ты это, в общем, передай Ларисе, что меня арестовали и поторопил расстрелявшегося парня. Только постарайся побыстрее, а она знает, что надо делать. Леонид кивнул и поднял руку, дескать понял, быстро развернул машину и уехал. Ну, ты это, того, осерчал милиционер, каждому встречному-то не докладай, на работе скажешься и хватит. Да все, сержант, грустно улыбнулся Костя. Это мой напарник с работы и есть, и я уже сказался. Теперь веди, куда велели. Костя. 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 Костя.